Чермя, можно для России буквально минут пять поздравить? Конечно. С победой. Да, с победой, с бронзой. Слушай, ну вообще как? Складка такая была довольна? Ну да, очень напряжённая. Чуть энергозатратная. Очень в темпе прошла схватка. И под конец обуви подустали. Но, как сказать, вылазился. Была последняя схватка. Черять было нечего. Надо было полностью отдаваться. Это то, за чем ты приехал? Честно скажу, нет. Приехал только за золотом. В голове только была одна цель. Забоевать золото. Но я считаю, что я провёл здесь четыре схватки. И все четыре схватки я выиграл. Давай скажем, потому что Жамал радуется. Ты вчера видел, что ты очень эмоционально воспринял. Ты можешь объяснить, что было написано на секунду? Потому что я ничего не понял. Честно скажу, я тоже не понял. Я выиграл схватку. И от челленджа безысходности нажимаю в конце. И судьи как бы уже решают исход схватки. Я считаю, что за десять секунд неадекватно давать два пассива, которых даже близко не было, что я вот избегал борьбы. Это аналогично в борьбе. Когда человек ведёт, он как бы не атакует, а защищается. Как бы не рискует проходить в ноги. Я считаю, ну раз один дали. Оставалось пять секунд. Я стоял в центре ковра. Он прошёл ногу, я отпрыгнул. Вроде судя без оценки. Потом нажимаю челленджи. Я не знаю, как это работает. Последние. Не понимаю, как оценивать такие действия. Ну с какими мышцами. Я знаю критерии борьбы, правила. Я считаю, что это некорректно. Оценили это действие. А российской сборной не хватает тогда здесь? Да, конечно. Хотел бы, чтобы за Урбек. Я считаю, все, кто завоевал в лицензии, и должен был здесь бороться, они должны были здесь находиться и как бы отстаивать свою честь. А ты как думаешь, они не приехали, потому что было давление? Ну их не допустили. Вот первых лидеров. Основных, кто отобрался, завоевал лицензию. Ну я, честно, подробно не знаю. Но, насколько я знаю, лидеров не допустили. И команда приняла, что не будут ставить вторых, третьих номеров. А можно сказать, что вот эта вот бронза, она и для России в том числе? Да, конечно. Я там вырос большую часть карьеры, как бы боролся на российских соревнованиях. Я всем благодарен, кто внес какой-то вклад. Даже пожелал мне удачи, когда я сюда ехал. Это очень мотивирует и ощущается поддержка. Ты можешь сказать, ты же, по-моему, в феврале 24-го именно стал уже выступать за Албанию. И так давно. Да. Это вот быстро прошел этот процесс? То есть ты сразу понял после отстранения, что надо что-то делать? Или вот как пришла эта мысль, что надо менять? Ну, хотел я. Давно хотел перейти, чтобы более, как бы, бороться на мирах, на Европах. Года шли я, не боролся на мире, на Европе, по-взрослому. Как бы хотел, чтобы, не знаешь, как борцовская карьера сложится, где-то, может, травмы. И хотел проявить себя на мире, на Европе, чтобы, как бы сказать, конкуренции не избегал, но чтобы гарантировать стопроцентное участие на мирах Европы. У тебя россияне какие-то говорили, не знаю, тоже в бороцовском там сообществе, что, типа, вот ты там предатель, не знаю, что ты увидишь. Не, все нормально было, да? Ну, так сказать, не знаю. Может, кто-то говорил, я не слушал. Ну, в основном, типа, поддержка, да? Да, меня очень сильно поддерживают мои близкие, родные. Албанию очень тепло меня встретило, как родного. Я все равно очень благодарен. Это как мой второй дом. Я, когда там нахожусь, я чувствую, что это очень близкие мне люди. И хоть я и недавно перешел, но я, как бы, влился очень тепло. А ты готовишься, как бы, и там, и там, и в России, в Албаме? Ну, я и там нахожусь. Два месяца там готовился на лицензионные. Он сейчас здесь дома готовится. Там, там, периодически. Слушай, можно все-таки еще вот про эти судейские моменты спрошу? А про тесты вообще можно подавать? Это после... Вы пытались там как-то узнать, там можно ли вообще? Ну, как бы... Планировали подать апелляцию. До конца, я не знаю, как прошло это вроде. Отставили через почту какую-то комиссию, которая рассматривает. Не знаю, что. Ну, уже, я думаю, ничего не поменяется. Но я не считаю, что я проиграл эти сладкие. Я здесь провел четыре сладкие, как ранее сказал. Я все сладкие выиграл. Просто, да, человек, который тебя обыграл, в итоге, чемпион стал. Как бы, получается, что чемпион, ну, такой, спорный, как вы получаете. Ну, не знаю. Как бы... Кто в борьбе разбирается, кто... Ну, как сказать... Корректно оценивает действия. Я думаю, ему показать эту спадку. Ну, скажешь, что интернет-корректно отсюлили. Спасибо тебе большое. Сравни красавчик. Поеду. Поеду. our team. Yeah. Субтитры сделал DimaTorzok